Hello! Ну, сразу понятно, у кого сегодня хорошее настроение. It's me! Накрасилась, нарядилась, причесалась, ну всё, в общем, день супер. И в такой яркий день, конечно, как обычно, мне хочется поделиться своим настроением с вами. Но я к вам сегодня, знаете, с одной не очень хорошей новостью, так скажем, хорошая новость. Мы с вами ещё посмотрим беременна в 16, новый сезон точно будет. А Чада и Зада, походу, в этом году больше не предвидится нового сезона, поэтому, раз, в общем, не получилось у них в этом году снять, я решила, что мы с вами вместе закончим, наверное, старый сезон, чтобы точно этот гешталь закрыть, всё посмотреть вместе. К тому же, вы на последнем видосике уже собрали 50 тысяч лайков. Всё, пора, в общем, возвращать долг. Я читала все комментарии под видосом, очень многие просили две серии. Серию с Лизой Стриж, которую мы смотрели на стриме, поэтому, возможно, кто-то пропустил. И серию вторую с Веленой, по-моему, её так зовут девочку. Короче, было очень много комментариев, снять реакцию именно на вторую серию. Ну и, в общем, раз у нас такой сегодня яркий адский день, огненный, конечно же, разбавляем его сегодня вкусняшечками. У меня вкусняшки не только во рту сегодня будут, но ещё и на ногах. Кексики! Кексики! Тут мисочка и варежка. Тут ещё скалочка сзади нарисована, яйца всякие. В общем, весь набор, чтобы приготовить всё самое сладенькое к этому выпуску. Let's go! Из Москвы в проект пришёл сигнал СОС от семьи Хикматулиных. Они не могут справиться со своим чадом. Ну всё, Москва! Привет! Кто у нас тут распоясался? Рассказывайте! Моё имя Светлана. Моё имя Газенур. Мы родители Вилены Хикматулиной. Наша дочь зазвездилась. Что, она фанатов больше ценит, чем родителей? Родителям даже автограф бесплатно не даёт. И фоткается тоже в порядке очереди. У Вилены сейчас завышенная самооценка. Она всегда привыкла быть в центре внимания. Всё самое лучшее ей, всё самое красивое Вилене. Вот бы нам сделали дочь с низкой самооценкой, чтобы у неё вообще никакого селф-эстим не осталось. Никакого селф-вэлью. Всё-всё-всё. Вот это постирать, чтобы наконец поняла, кто тут главный в семье. Начала большое внимание уделять тусовку. Просят много денег, тратят попусту. Не давайте денег. Мы хотели бы ей показать, что жизнь состоит не только из красивых вещей, из брендов. Пожалуйста, возьмите нас в проект. То есть, что мы сейчас узнали? У девочки слишком высокая самооценка. Кошмар, ужас. У ваших детей тоже самооценка высокая? Не-не-не-не. Давайте им побольше травм им давайте. Побольше, в общем, это поунижайте их. Ничего не давайте, чтобы у них вообще ничего в жизни хорошего не было. И что ещё нам сказали? Что у неё слишком много красивого и хорошего в жизни. Надо бы её проучить за это. Единственное, что я могла бы ещё здраво здесь принять, это вот просьба перестать тусоваться. Ну хорошо, ладно. И мы очень надеемся, что Вилена вернётся домой совершенно другим ребёнком. Вилене Хикматулиной 16 лет. Она учится в девятом классе частной гимназии. Да она какая-то бизнес-леди. Вы что, видели, откуда вышла? Прямо из многоэтажечки какой-то вышла из работы. У неё там уже 54 бизнеса горят. Бизнес-встреча, созвоны, зум, скайп. Занимается пением и танцами. Я очень люблю роскошную жизнь. Деньги – это для меня основная часть. В моей жизни, скажем так, они тянутся ко мне, я тянусь к ним. Мне кажется, было бы гораздо более стрёмно, когда ребёнок ничем бы не увлекался в этой жизни. И ему бы просто так деньги давали, вообще не смотрели бы за ним, вообще не интересовались его увлечениями. А тут, по всей видимости, она ходит в хорошую школу, занимается пением и танцами. До 16 лет она вообще вот такая умничка, всё делает. Не это ли круто? Родители Вилены – бизнесмены. Мама Светлана руководит компанией по страхованию недвижимости. А папа Газинур занимается парковочными пространствами Москвы и Московской области. Ну нифига себе, ребята. Ну нифига себе. Так родители тоже, смотрите, какие избалованы. Вон у них там яхт своя, кроксы розовые. Это мы кто такие? Что мы о себе возомнили? А ну-ка поехали в деревню жить, быстро! Доходы главы семейства – коммерческая тайна, но отец не скрывает, что любые прихоти дочери для него – не проблема. Тогда в чём проблема, если это не проблема? Вот всю жизнь тратишь на своего ребёнка деньги, ничего не жалуешься ему, не говоришь, что, ну, что-то ты там много тратишь, а потом внезапно взрывается и говорит, вот я на тебя столько потратил, столько я тебе денег дал, ну ты зажравшаяся, как тебе не стыдно было всё это время у меня просить деньги? Ну что, за нас какой-то хомячок, что ли, деньги переводит в голове, когда нас ребёночек просит? Да нет, конечно. А если всё это время какой-то хомячок переводил? Ну, а может быть, у хомячка тогда спросить, почему он денюжку переводил и был недоволен, и не говорил, что он недоволен? Я захочу себе Rolls-Royce, там, не знаю, жёлтого цвета, со звёздным небом внутри салона, он мне пойдёт и купит. Ежемесячные карманные расходы чада Хикматулиных достигают 300 тысяч рублей. Тусовки с друзьями, рестораны, косметика. Отдельно родители оплачивают в Велении одежду, путешествия, обучение музыке и танцам. Ну такая красотка. Ребят, обзаведульки. Вот кто бы из нас не хотел родиться в такой семье и иметь возможность позволить себе всё, что угодно. Попробовать, каково это, иметь Rolls-Royce. Круто! Почему вам вдруг стало стыдно, что вы на ребёнка столько тратите денег? Я вот такая вот звезда, я крутая. Индивидуальные уроки дочери по музыке и танцам обходятся Хикматулиным в 150 тысяч рублей в месяц. На все занятия Велену отвозит личный водитель. Раз и два и три и четыре, пять, шесть, семь и восемь. Там микрофоны. Их подарил мне папа. Я не знаю, сколько они стоят. Может быть, миллион, два, три. Меня знаете, что ещё пугает? Вот этот подсчёт. Сколько у нас денежек ушло на кого? Сколько что стоит? Это потом в конец месяца. Эти бухгалтерские расчёты мы проводим. Сколько у нас ребёночек там затрат составил. Это вот знаете, как это из мультика, там где про крота и дюймовочку. Он считал, сколько она там рисовых зёрнышек кушает в год. Половина зерна в день. Это у нас 180 зёрнышек в год. Ага, хорошо. Можно жить. Можно жениться. Выгодно. Всё дарим. Я ни в чём отказать не могу. Это моя дочь, долгожданный ребёнок. Конечно, мы её баловали. Самое лучшее было у неё. Удивительно, удивительно, удивительно. Когда Велена родилась, папе было 34 года, а маме 27. Сейчас к любимому чаду 16. И родители понимают промахи своего воспитания. Но количество и стоимость подарков только растёт. На 12-летие Велены папа подарил ей сольный концерт, который обошёлся ему в сумму с шестью нулями. Мне кажется, то, что он ей сделал концерт и оплатил сумму с шестью нулями, это не говорит о её избалованности. Наверное, избалованность – это какая-то беспомощность. И невозможность реализоваться без родителей. Тут сейчас невозможно говорить об этом, потому что ей 16. И как бы всё ещё за неё несут ответственность родители. Делом занимается? Занимается. Может ли это дело и приносить доход в будущем? Конечно. А откуда ребёнок в маленьком возрасте мог знать, что можно организовать свой личный концерт? От родителей. Угу. 500 человек в 12 лет. Велена Хикматулина. Это самый дорогой подарок. Вот за все подарки в моей жизни. Потом я соберу целый стадион Уэмбли в Лондоне. Этот стадион, кстати, набирали только группа Куин и Майкл Джексон. И я буду третьей. Ещё за подарочки. Деньги считают, сколько подарочки обошлись. И напоминают, напоминают. Таксик. Чтобы дочь могла строить музыкальную карьеру, два года назад Хикматулины вместе с детьми переехали из Казани в Москву. У Велены есть младшая сестра Виолетта. Она учится во втором классе, ходит в художественную школу и занимается тэквондо. Велена может сказать, не мешай, отойди, там не надоедай. Она меня не берёт гулять с друзьями, а я хочу. Нам сказали, что Велена обожает тусовки. А сейчас они жалуются, что Велена не берёт свою младшую сестру с собой гулять на тусовки. What? Не, ребят, ну давайте признаемся честно. Вот кто из нас хочет брать наших младших братьев и сестёр с собой на гулянки с нашими друзьями? Никто! Непонятно, куда вы пойдёте. Может, вы там внезапно захотите куда-нибудь уехать подальше. Или сходить в какое-нибудь место. А у вас там с вами ребёнок маленький. Он устанет. Или ему самому будет неинтересно. Я всё ещё не понимаю все эти претензии. То, что делаю я, это то, что делает типичный подросток из обеспеченной семьи. Мне очень нравится отдыхать. Но это минимум Мальдивы. Если Мальдивы это минимум, то что тогда максимум? Спа-тур на луну? Фешенебельные курорты Лазурного берега Франции, Италии и Испании. Хочу на Мальдиву, хочу в Дубай, хочу в Италию. В Россию она уже не хочет. В Турцию теперь она точно не поедет. Она стала расточительной. Она тратит деньги, не зная, в принципе, и им цены. Это всё она воспринимает как должное. Недавно съездила в Дубай. Купила Джорданы, свои любимые кроссовочки. Да, и по пути заехала на Мальдивы, отдохнула. Подождите, одна, чтобы ребёнок мог один поехать отдыхать в 16 лет, это я вам рассказываю, нужно иметь специальную справку от нотариуса, где есть подпись двух родителей, что родители разрешают ребёнку, типа, там, самостоятельно путешествовать. Я точно не помню, как этот документ называется, но смысл в том, что как бы родители должны нотариально заверить и разрешить своему ребёнку путешествовать самому. Может, они, знаете, просто это такой крик о помощи. Наша Велена, она хакерша, она наши карты высламывает. Мы ей эти деньги все на самом деле не даём. Она сама каким-то образом узнаёт пин-код от карты и вот этот CCV-код сзади, и номер карты, и каким-то образом всё сама оплачивает. А мы как бы, мы ей не даём, мы ей не разрешаем. Спасите нас, помогите! Не знаю, каково это без денег, я не представляю, как можно жить без них, потому что у меня никогда такого не было. Мне кажется, в таком случае можно с собой гордиться, что ты смог обеспечить своему ребёнку такое прекрасное детство, показать ему практически весь мир, дать возможность ему иметь то, что он хочет. У Велены отдельная гардеробная. Одежду, обувь и аксессуары Чадо Хикматуллиных привозит из европейских столиц моды Парижа и Милана. Велена на свой гардероб тратит колоссальные деньги. Чудесная сумка, стоила 200-250 тысяч рублей. О май гана! Клёвая вещь, мы её покупали, когда были ещё в Италии. Она стоит около 70-80 тысяч. Что? Там такая ткань была. Я в Страдивариусе как-то такое покупала, когда мне тоже было лет 16. Окей, ладно, всё. Неважно, не сравниваем. Хожу в магазин, и если я хочу что-то, то я это беру, и я не считаю, сколько это будет. Мама мне не сказала, сколько она стоит, наверное, потому что она слишком дорогая. И знаете, если это стразики сваровские, или что-то ещё даже покруче, то, ну, кто его знает, может, там это бриллианты всякие. Это мои концертные костюмы. Чтобы вы понимали, это ещё не всё, потому что половина у меня в Казани. Шикарный, просто очень крутой костюм. Стоил он около 80 тысяч. Посмотрите. Мне кажется, это шикарно. Я в этом костюме похожа на какому-нибудь Ариану Гранде, ещё вот с такими длинными волосами. А это я называю тусовочный аутфит. Это Бершка, мы всё видели! Каждый вечер у Вилены занят. Она встречается с друзьями. Среди развлечений, катания на лимузинах, пение в караоке, рестораны. Вот бы и сестрёнку сюда позвать тоже. Е-е-е! Ну всё! Туси, туси! Прогулся! Туси, туси! Е-е-е! Е-е-е! Туси, туси, туси! Е-е-е! Я спокойно за её вечериной прогулки, так как я отправляю охрану. Всё находится под контролем. С охранником я тоже справляюсь, я его подкупаю. Вот, я даю ему, ну, минимум 5 тысяч, чтобы он просто отошёл и всё. И, ой, мне кажется, я спалила сейчас всё. Ну, как бы, вот и всё. Охранник потерял работу. Она когда в деревню поедет, она с охранником поедет в деревню, да? Если там будут плохие условия, он принесёт ей там кровать сразу, туалет чистый. Будет её облагораживать так вот полностью. Все желания выполняет. Глена тратит деньги на такси, на рестораны, на какие-то развлечения. Она ест, и она передвигается. Я весёлая душа компании, я всегда за любой движ. Я готова сделать заказ. Мне, пожалуйста, без строганов, без лука. Я, на вид, такая добрая, миленькая, пушистенькая. Но если что-то пойдёт не так, то я могу просто такой скандал учинить. Вот реально вообще без шуток. Я принципиально настояла на том, чтобы моё блюдо было без лука. В итоге вы мне принесли блюдо с луком. Класс! Человек может говорить нет и может выражать недовольство сервисом или чего там ему не понравилось. Прекрасное качество. Можно меня этому научить, пожалуйста? Я к поздним гуляниям отношусь очень плохо. А какой пример ты подаёшь, Виолица? То есть, если папа мне всё позволяет, то мамы нет. Я хочу немного свободы, я, правда, устала уже. То есть, короче, мама выбрала такую тактику. Манипулятор. Я ей не запрещу идти на какую-нибудь позднюю тусовочку, а я её... Вот ты какая плохая. Какой ты пример даёшь своей маленькой сестрёночке? Плохая какая ты. Чебурашка, в общем. Смотря на то, что Велена часто пропускает уроки, отсыпаясь после тусовок с друзьями, это сходит ей с рук в её частной гимназии, потому что она отличница. Очень плохой ребёнок. Очень плохой. Не настоящая ты отличница. Надо на все уроки ходить. Если вы сейчас скажете, что она всех учителей подкупает, поэтому она отличница, я пойму. Но если нет, то в чём был смысл этой фразы? Изучив ситуацию в семье Хикматулиных, мы берём 16-летнюю Велену в проект. Ну, раз уж меня родители отправляют в неизвестность, то ладно, я пошла им навстречу. В этот раз моя очередь ходить им навстречу. Мне очень хочется, чтобы Велена посмотрела, как живут другие. Чтобы она видела и ту сторону медали, могла почувствовать разницу. Знаете, вот нам Велену показали, я не могу сказать, что она какая-то ужасная, жутко избалованная, вот такая во всём... Ужас просто, ребёнок потерян. Она и учится, она и занимается делами своими какими-то. У неё и свои хобби есть. Я даже не почувствовала вот этого дуновения, какого-то высокомерия. По-моему, она вполне адекватная, нормальная. Пользуется всеми возможностями, не откладывает жизнь на потом. Ну что? Я хочу взять очень много вещей, потому что я не знаю, что меня там ждёт. Яркость превыше всего. Будем ходить в Валентина. Тухи. Берём. Украшения. Да, всё бери, всё бери. Будем самыми красивыми. Я не знаю, как это мыть полы, посуду, убирать за собой, заправлять кровать. Я не знаю, что значит стирать вещи. А вот если я попаду в деревню, то мне действительно придётся это всё делать. Стирать вещи я тоже не знаю как. Я просто беру, кладу и нажимаю кнопочку, и всё. Половина людей, по-моему, только так и знают, как стирать вещи. Эксперимент для 16-летней дочери московского бизнесмена Вилены Хикматулиной начинается. Подушка. Ой, Виолетта, подушка. Я бы хотела в семью, там, где не будет маленьких детей, таких как Виолетта, или даже меньше. Лучше козы и коровы и курочки, чем маленькие дети. А какая она стильная, вы посмотрите. Какие у неё джинсики и чемоданчик красивый. Ну, звезда, звезда, ребят. Личный водитель отвозит Вилену в аэропорт. Четыре дня она проведёт в другой семье, где будет жить по новым правилам. Ну, поехали. Сейчас узнаем, что там за семья будет. В 26 километрах от столицы Кубани, в станице Старокорсунская, живёт семья Маркиных. Именно сюда едет чадо из ада Вилена Хикматулина. Сколько там людей в доме вы видели? Что происходит? Это детский сад? На юг России Маркины переехали из Перми 8 месяцев назад. На новом месте они сами построили дом, но отделали пока только 3 комнаты. Всё, готовим сами. То есть, покупаем продукты, то есть, готовую еду не берём. Так, хорошо, поняли. Сразу после свадьбы Маркины договорились, что детей у них будет трое, но сейчас их уже семеро. What the fuck? Семеро детей? У меня нет слов. Мне просто страшно от слова. Трое детей. Четыре, мне уже очень страшно. А на цифре 7 у меня уже нет эмоций описать, что у меня происходит. Софа на велосипеде. Две секунды, и она в центре. Я пишу ей список, чтобы ребёнок ничего не купил лишнего. Старший ребёнок... Это их старшая дочка. Я не знаю, почему я на неё первый раз так посмотрела, как она там прям кашеварит, что-то там готовит. Я почему-то была уверена, что это, может, её сестра какая-то, тётя. Не, она выглядит, ну, как ребёнок, но она будто бы вот ведёт себя уже не как ребёнок. Старший ребёнок в семье София Маркина. Ей 15, и она учится в 9 классе казачьей школы. Соня прошла боевую подготовку, силовую и бег на выносливость. Ещё она стреляет из автомата Калашникова и владеет рукопашным боем. По-моему, она прошла силовую подготовку, имея шестерых братьев и сестёр. И, по всей видимости, ухаживая за ними, за маму. Я хожу на лёгкую атлетику, занимаюсь ещё и рукоделием. Вышивка лентами, гладью. Софья, она у нас старательная, первенец, помощница во всём, моя поддержка, опора. Дорогая, вот как часто ты можешь ленточками заниматься, рукоделием? Как часто ты ходишь на свою боевую подготовку? У тебя вообще достаточно на это времени и возможностей? Там ещё будут после стройки попадаться кирпичи всякие, остатки шифера. Ты это всё убираешь. После окончания 9 класса София готовится к поступлению в медицинский колледж. Я не понимаю. То есть вы хотите сказать, что мы должны все быть вот как вот эта девочка? Нам вот как в Вилене жить, это стыдоба. Это просто ужас, кошмар. А вот это человек, он молодец, он старательный. Он живёт не для себя. Он живёт для семьи. И делает то, что ему говорит его старший родитель. И ухаживает за маленькими детьми в свои 15 лет. Ну вот это что ли пример? Это шок. Это просто шок. Вполне возможно, что они не имеют в виду, что это пример для подражания, а просто один из примеров, как могут жить люди. И как бывает тяжело жить людям. Тогда я могу понять. Она помогает по хозяйству во всех сферах. Это готовка, стирка, приборка. Гуляет с детьми, читает с ними книги, проверяет домашние задания. Она и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт. Надо было поменяться ролями. Вот это как, знаете, в барышне-крестьянке. Они типа друг дружке меняются местами и приезжают в гости. Надо было здесь то же самое сделать. Надо было Вилену отправить туда уж, к ним в семью, а девочку эту бедную к Вилене, на место Вилена. По большому счёту, она как маленькая взрослая. Соня, ты готова? Да. Надо будет Аришу забрать из центра культуры и привезти домой. Хорошо. Мама у меня очень активная, позитивная. Вся семья именно держится на ней. Ребята, что происходит? Я сошла с ума? Может, я что-то не понимаю? Что такое? Марине Мархиной 35 лет. Между декретами она поработала воспитателем в детском саду. Сейчас Марина получает ежемесячные пособия по уходу за малышом. Это приносит семье 8 тысяч рублей. Бочку надо наполнить полную. Всех детей искупаем в тазике с венечком дубовым. Я энергайзер. Батареечка, которая работает постоянно, утром, днем и вечером, я подзаряжаюсь от детей. Ах, вот почему столько детей. Ну, наверное, ладно. Раз семь детей, видимо, она от каждого подзаряжается, и поэтому у нее столько сил и энергии. А бедная Юленька, у нее уже там батареечка будто бы посажена немножечко. Я купила рассады сегодня на рынке. Мы сначала с тобой сделаем грядочку. Ну, ты мне ее определишь, до границы до какой? Олегу Маркину 39 лет. Он работает водителем вахтовым методом в якутской компании. Три месяца отец семейства проводит на севере и один с семьей на юге. Зарабатывает Олег 40 тысяч рублей в месяц. 48 тысяч. На семью, семью детьми. Двумя взрослыми. И там еще и бабушка с ними живет, походу. Это надо выпить. Вот знаете, мне вот хочется сказать, что не надо рожать детей, если вы не сможете их достаточно обеспечить. И когда я это говорю, я абсолютно не хочу никак задеть детей маленьких и сказать им, что им не стоило бы появляться. Я абсолютно не это имею в виду. Каждый достоин жизни, но каждый достоин качественной жизни, хорошей жизни. Я не понимаю, как можно обеспечить качественную, хорошую жизнь с такими низкими зарплатами и такой огромной семьей. При том, что у старшей дочки абсолютно уже нету своего свободного времени. Она работает на семью. Она выполняет все эти обязанности. У нее нету времени на себя, скорее всего. И вполне возможно, что и других детей чуть помладше может ждать та же самая судьба в какой-то момент. Лучше тогда уж, наверное, завести двоих детей, но при этом они смогут жить счастливо для себя и реализоваться самостоятельно, чем заводить кучу, вообще просто, огромное количество детей, в которые половина, скорее всего, захочет свалить из дома как можно скорее и как можно быстрее и дальше и больше не возвращаться. Может быть, я фантазирую, может, у них реально все хорошо и девочка действительно счастлива, но мне кажется, что она просто не знает, как можно жить по-другому, потому что, ну, ей показали, что вот так вот. Она как бы привыкла к этому, ценит то, что есть, но она не знает, что можно жить по-другому и она не обязана всем этим заниматься. Вот если она узнает, тогда, скорее всего, она уже сможет сделать более осознанный выбор, но, в общем, я не знаю. Итого, общий бюджет семьи Маркиных 48 тысяч рублей в месяц. В 2020 году мы купили земельный участок. Мы решили построить дом. Приняли решение, что мы переедем с холодного Урала в теплые края. Это тоже было решение обоюдное. Я говорила, Олег, ты понимаешь, что вся работа будет на тебе. И он мне сказал, Марина, я сказал, что я построю дом. Я его построю. И в декабре 2020 года мы сюда заехали. И потом ведра жду пустые сюда. Фу, блин. Роман у нас единственный мальчик в семье. Это папина правая рука. Мама такая, прям стратег у нее. Целый бизнес-план уже намечен. Так, ну что, собрались. Правые руки у нас уже есть. Все, пора уже каждому и по левой ручке заводить. Вот. А левая ручка, это вот у нас Настенька моя. А левая ручка папина, это у нас Юрочка маленький. Только теперь надо по ноге. Правая нога, это у нас Машенька, Машенька. Папина правая нога, это у нас, кто там, Никиточка. Ну и теперь по левой ножке. Ну вот у меня левая ножка есть. Сашенька родилась. Еще пора теперь и папе о левой ножке подумать. Ну как так, а? Кто ему стакан старости подаст левой ножкой? 11 лет. Роман учится в пятом классе обычной школы. И занимается боксом. Когда отец уезжает из дома на вахту в Якутию, всю мужскую работу по дому делает Роман. Офигеть, мальчик за папу становится в 11 лет. Каким мы молодцы. Я помогаю папе, маме. Сейчас делаем забор, варим его. Папа его выделяет всегда. Папа его всегда поддерживает. Из него хочет вырастить настоящего мужика. Вера, ты должна сейчас ребенку снять кофточку, потому что жарко. Хорошо. И мне принеси, я докормлю ее. Короче, у всех детей в этом доме какие-то обязанности. Чтобы вы понимали. Была семья, прекрасная семья из Бурятии. И там был вот этот мальчик Чада Изада. Как раз последний выпуск, на который я делала реакцию. Там мама прекрасным человеческим языком объясняет, что она дает детям обязанности, чтобы они сами для себя учились. Учились самостоятельности, учились без родителей обходиться. Они были правой рукой родителей и жили для родителей. А тут, ну тут, ну как бы, как вам объяснить? Это просто целый пирог из того, на что у меня аллергия во всех этих семьях. Это трэш. Это просто трэш. Третий ребенок в семье Вера. Ей 10 и она ходит в 4 класс. Помогаю чистить картошку, пылесоси тут, подметаю. Я стираю вещи. Арине 7 лет и она занимается русскими народными танцами. В этом году четвертый ребенок Маркиных пойдет в первый класс. Любит танцевать еще одна Маркина – Таисия. Ей 4 года. Она ходит в детский сад и на занятия по хореографии. Молодец. Таисенька, поклониться. Вот. Я не понимаю, как можно успевать уделять время каждому ребенку в достаточной мере, чтобы ему хватало любви. Честно, у меня уже сейчас глаза просто будут ощущения, что у меня вот так вот. Сейчас глаза на пол лица станут и брови улетят. Я вот так вот смотрю на это все. Ужас. Шестому ребенку Маркиных Маргарите исполнилось 2 года. Это вообще не вот так. Самой младшей дочери Маркиных – Есении – полгода. Маркины считают себя образцовой семьей, поэтому решили принять участие в эксперименте. Нам есть чем поделиться, нам есть что рассказать о своем опыте, о своей семье, о своем образе жизни. Ребят, ну серьезно, качество семьи, оно не оценивается количеством детей. Качество семьи оценивается счастьем каждого ребенка отдельно. Они могут быть прекрасной, дружной семьей, у них могут быть на самом деле неплохие отношения. Но у меня ощущение, что я не уверена, что в такой среде можно вырасти действительно счастливых детей. Каждого из них, чтобы каждый из них был счастливый. Или это так, типа вот, ну один не счастливый, Юленька выросла такая у нас, в общем, вся в заботах. Она так, ну не очень счастлива, зато все остальные шестеро детей счастливые. Велена, это песо. Велена, готовься, это вообще трэш. Такси доставила 16-летнюю дочь московского бизнесмена Велену Хикматулину к принимающей семье в станицу Старокорсунская. Я на секунду забыла, что мы, оказывается, смотрим Чада и Зада. Боже, по-моему, это тот случай, когда семья меня удивляет гораздо больше, чем сам ребенок. Полный капец. Сколько тут? Плюс 40. Тук-тук. Кто-то есть? Привет. Здрасте. Честь чемодан, больше ее, да? Привет. Здрасте. Привет. Худюсенькая, длинноволосая девушка. Статуэточка, хрустальная. Она такая высокая, стройная, красивая. Приехала в очках таких, в каких-то дырявых джинсах. Никогда таких не видела. Мне кажется, какая-то выпендрежится. Чем больше дырок, тем больше выпендрешь. Ну ладно. Олег. Рома. Я мама Марина. Я Ариша. Я Вера. Елена. У нее очень красивое имя. Понравилось. Как девочка, они отзываются, так приятно, ей прям интересно, вообще, очень добрая. Это все ваши дети? Это еще не всем составом. Часть детей спит. А сколько у вас детей? Семь. Семь детей, это, конечно, полный же скач. А у тебя есть сестры-братья? Есть. Сестренка младшая. Сестренка есть? Да. Можно я в туалет очень сильно хочу. Лето, мы, в принципе, всегда ходим в уличный туалет. Я тебе сейчас его покажу. Уличный туалет? Он называется как летний туалет. Да. Если есть туалет на улице, значит, в туалете есть насекомые. Вот эта вся живность, сущность. Фу. Вот летний туалет, прошу. Покажите нам туалет. Я помню, на дачу мы ездили. Я никогда в туалет не ходила на дачу. Терпела всегда, потому что мне всегда было страшно. Там приходишь в туалет, а там обязательно какой-то паучок сидит там в дырочке. Не всегда были кошмары какие-то, что я сейчас сяду в эту пауку. Заполняет меня. Я помню, в этом реально какие-то такие же кошмары ночью снились. Слушай, я иду в туалет. Мои коматозные сны состоят из дачных туалетов. И бумага такая однослойная. Избалована. Я, конечно, ужас. Я не пойду в этот туалет. Все, закрывайте. Нет. Ей не понравился наш туалет. Как-то грубо так было. Отведите меня в домашний, пожалуйста. Ну, пошли, конечно. Она живет в другой семье, в других условиях. Конечно, у нее было недовольство. Богатые все, они такие приходятся, такие говорят. Мне туалет не понравился, дайте другой. Вот наш туалет домашний. В чем проблема просто изначально ходить в домашний туалет? Зачем издеваться над собой и ходить в уличный? Конечно, может, они привыкли, им нормально, и их это не пугает. Это как синдром какой-то отложенной жизни. Или вот когда человек для себя все самое худшее выбирает и боится на себя тратить деньги. А что? Ну, мы что, себя не любим, что ли, дорогие? Ну, вот хотя бы... Ну, вот любовь к себе должна, наверное, начинаться с приличного туалета, с выбора приличного туалета. Или это такая роскошь, что мы не можем уже сходить в туалет в доме? А есть другой туалет. Там тоже есть и живность, и насекомый. Ну, у нас нету таких по 35 туалетов. А чем тебя этот туалет не устраивает? Утины есть. Я ненавижу насекомых. Ну, у нас стройка идет. Сейчас упор именно идет на участок. Дом обустроен просто жить. Если честно, у меня вот такой еще вопрос. Зачем надо было вообще идти на эту передачу, если у вас, во-первых, куча забот с семью детьми, а во-вторых, недостроенный дом, еще абсолютно не обустроенный тоже для того, чтобы приглашать гостей. Он, скорее всего, не особо-то и обустроен для семерых детей. Ну, у меня, по крайней мере, у меня все еще сомнения есть на этот счет. Но у вас даже колыбелька в коридоре стоит под лестницей. Понимаете? Может ребенок прожить в колыбельке под лестницей. Но вот мы хотим этого. Мы, правда, просто будем минимальный образ жизни выбирать для наших детей. Просто, ну, потому что мы можем. Но вы разве не хотите самого лучшего? Я бы хотела, чтобы мой ребенок, скорее всего, вышел как Велена. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете, потому что я же не схожу с ума. Я говорю логичные вещи. Или это правда уже считается какой-то нормой, и это идеальный пример семьи. I don't believe it. Не нравятся наши условия. Вот. Это крайний вариант. Нет, спасибо. Ходи на улицу. Без вопросов. Велене придется, наконец, сделать выбор. И шагнуть в один из санузлов семейства Маркиных. Вода только холодная. Что? Неужели вы моетесь только холодной водой, и у вас нет горячей? Дома горячей воды нет, потому что дома нету газа. Ребят, о чем мы говорим? О чем мы говорим? Дома нету газа. Горячей воды нет. Если что, постирать там вещи, тазики, в принципе, там, ну, вот, все, как бы, в ванне находится. Охренеть. Вы вручную стираете вещи? Да, вручную стираем. У нее были квадратные глаза. Физический труд для нее это как каторга какая-то. Я сейчас пытаюсь понять, это у них такие условия сейчас, потому что они в процессе переезда и ремонта. Или они всегда привыкли жить в таких условиях, и для них это норма? Как так? Почему людям кажется, что надо в жизни очень много терпеть, много работать, много трудиться? И вот если ты этого делать не будешь, ты вообще не по-настоящему живешь. Ты читер. Ты вообще читер, понимаешь? Вот эти вот все ваши стиральные машинки, это вы просто читеры такие. На самом деле у вас даже вещи не стираются. Они просто там, это, бултыхаются. А потом такие же выходят. Вот настоящая стирка. А это в тазике с добычей горячей воды и подогревом горячей воды. Только как они горячую воду откуда не берут? В чайниках что ли греют тогда? И вот если у тебя туалет в доме, это на самом деле тоже читерство для слабых людей. А вот мы сильные люди. Мы можем. Мы вот так вот живем. Мы вот молодцы. Севелине проведут экскурсию по дому, в котором ей предстоит жить 4 дня. Комнаты можно посмотреть, где дети спят. Да, пойдем. Здесь детская комната. Сколько здесь детей уничтожается? Вот Ариша, Вера. Потолок. Потолок, ну, как сможем, так и сделаем потолок. А им самим-то нравится? Живем, так и живем. Бедная девочка. Живем, так и живем. Я вот прям вижу, как у нее тоже всю хотелку отбили, потому что ей надо, надо помогать детям. Надо терпеть. Надо делать вот так. Ну, все, терпи, живи в таких условиях. А мне очень жалко этих детей. Ремонт, бардак. Я все, конечно, понимаю, но это можно как-то сделать. Здесь спит Рома, мой младший брат. Потом здесь у нас спит папа. В принципе, это мужская комната. Крышу, конечно, и стену нужно постараться и доделать, потому что я не думаю, что им самим здесь нравится. Самое неприятное – полы. Реально грязные полы. Это бетон, то есть босиком там не походишь. У них бетон наполучил. Я когда в Майнкрафте дом строю, вот у меня он первую неделю точно так же выглядит. Пойду попью и успокоюсь. Сейчас я приду. Какой пи***? Яблочко для нервов вместо валидола. Давно построился. Мы живем, ну вот, как походные условия. Вот у нас здесь кухня, совмещенная с гостиной. Готовите, я так понимаю. Мама у нас все вот сама печет, и бабушка помогает. Бабушка семьи Маркиных, Александра Захаровна. Она тоже живет в станице Старокурсунская, рядом с семьей своего сына. Слава богу, бабушка не с ними живет хотя бы, а в другом доме. Ну и бабушку там тоже, это, пригнали к делу. Я, кстати, недавно смотрела ролик про Нидерланды, и там рассказывали, что это чисто какая-то славянская традиция, где все бабушки и дедушки так прям активно воспитывают детей и участвуют, в общем, в воспитании. Мне кажется, что это круто, когда ребенок получает воспитание так же не только от своих родителей, но и там от бабушки, от дедушки тоже, почему бы и нет. В Европе это абсолютно не принято. То есть тут бабушки и дедушки на пенсии, они живут для себя, отдыхают. И у них нет никаких угрызений совести, что они там что-то не то делают. И вот у меня прям такой парадокс. Все-таки все мы должны жить для себя, и старики в том числе. Хотя я это говорю и вспоминаю, что со мной сидела всю жизнь моя бабушка. Была моей няней. Вроде бы она была не против, но... Короче, интересный такой вопрос. У нас отбой в 9 часов. В 9 часов отбой? Просыпаетесь вы во сколько? Начало 5-го. Все мои страхи собрались в одном доме. И я просто получила такое комбо. Да, Лена, никто не ожидал, я тебе признаюсь, честно. Где я буду спать? Где мое место? Вот, пожалуйста, мягенькое место, все хорошо. А вещи с чемоданом куда мне складывать? На табуретку, все вещи. Либо вот сюда вот на подлокотничек. Ну, зашибись, конечно. Моя избалованная душа тоже немножечко задрожала там внутри. Она привыкла, да, чтобы у нее было отдельное, но, к сожалению, мы не располагаем ей отдельное место. Я здесь буду спать, и все дети, все жильцы этого дома будут проходить через меня. Мы, к сожалению, мы не можем положить в другое место. Это, конечно, очень печально. Ну, короче, они когда изначально захотели попасть на эту передачу, они, видимо, вот прям вот понимали, что они поиздеваются над человеком, который туда приедет. Потому что ничего нет плохого в том, что спать на диване. Я вообще, я не об этом. Но условия. Дом голой. Мебели практически нет. Кухня не обустроена. Пол бетонный. Стены не отделаны. Потолков нету. Туалет, ну, вроде бы еще есть, но, как бы, оставляет желать лучшего. Воды горячей нету. Как они моются, я все еще не понимаю. Газа нету. Пример идеальной семьи, которая выживет в любых условиях. Мы прекрасная семья. Провели боевую подготовку для наших детей вот по всем параметрам. Молодцы. Может, ширму какую-нибудь сделаем, чтобы отгородиться? Я была бы очень рада этому. А кто ее делать будет? Двоем будем делать. Я как гость, пожалуйста, предоставьте мне все условия для хорошего проживания. Я не буду делать. У нас, как бы, у нас дело, и мы все занимаемся этим делом. Я хочу домой. Она, конечно, девочка очень, очень балована. Мы из богатой семьи. То есть, если ты не согласен спать на кушетке в грязном доме, то ты избалованный. Сделать ширму для Велены решили после обеда. А сейчас, по правилам проекта, семья Маркиных предложит Чаду свои обычные блюда. Если мне принципиально, что я не буду это есть. Пирожки? Пирожки. Почему? Потому что... Пирожки отличные. Я была в шоке. Как так можно, не попробовав, то есть, уже начинать выдвигать какие-то свои требования? Потому что она может не хотеть пирожки. Вот и все. Мы готовились. Мы тебя так долго ждали. Мы испекли. С пылу, с жару, можно сказать. И ты отказываешься. Как такое может быть? Удивительно. А в этом доме можно чего-то не хотеть? Вот не хочет человек делать там что-то. Что вы ему скажете, если он что-то не захочет делать? Окей, если так принципиально, что ну окей, я посижу. Тема с пирожками, это, конечно, вообще трэш. С чем пирожок? Вот с капустой, вот лук и яйцо. Я ненавижу лук. Это лук, перо зеленое. Тогда с капустой. И какое наше удивление. Она стала вилочкой копошиться в пирожке. И она просто выковыривала лук. Я вам рассказывала, что бывают, знаете, рвотные рефлексы от каких-то там продуктов. Ну вот не нравится человеку лук. У меня мама тоже не ест лук. Она, если вот кто-то ей даст тарелку с луком, она его почувствует, ей станет плохо просто физически. Ну что? То есть, ну как бы... Может человеку не нравится лук, представляете? Я люблю пирожки только с яблоком. И пирожки с мясом некоторые. Я пирожки с капустой и вот с луком и с мясом или с картошкой я ненавижу. Терпеть не могу. Я бы тоже их не съела, ребят. Это не потому, что я не уважаю эту семью, а потому, что не люблю я это. Ну не ем. Ну вот что? Что, ну мы теперь за вкусом будем шеймить? Фу. Избалованная. Лучок не любит. Вы посмотрите, а? Картошку не любишь? Ну пипет, конечно. Да, полная. Избалованная. Девочка вообще не с нашей планеты. Так здесь же один лук и ничего больше. Это очень красиво и тем более в гостях. Надо культурно себя вести и не выпендриваться. Я вот иногда слышу, что вот эти дети говорят, и у меня складывается картина их мира. Вот не выпендривайся. Как есть, так есть. Что дают, то и ешь. Так причем Велена же нормально сначала сказала, что она не хочет пирожки. Что она их не любит. Не любит, значит не любит. Ну все, все. У нас едят все, что нам дают. Если что-то кому-то не нравится, сиди голодной. Ребят, вот я про это и говорю. Меня это очень сильно разозлило. Если я голодная, то это полный капец. И вот родители сидят довольные, наверное. Вот дети на их манипуляциях научились уже. Приняли, в общем, эту такую реалию жизни. И другим уже ее, эту свою реалию подсовывают. Я вам говорю, надо было Юлю отвезти на место Велены пожить вот эти три дня. Чтобы она поняла, что можно не есть то, что тебе не нравится. Можно жить для себя. Можно делать то, что ты хочешь. Заниматься тем, что ты хочешь. После обеда Олег и старшие дети Маркиных отправились во двор делать ширму для Велены. Впервые в жизни Чада будет заниматься столярными работами. Для участия в этом процессе Велена переоделась. Пока саморезы искать надо будет. Я этот маникюр делаю два с половиной часа. Сама делала? Нет. Поехала в салон. Да я никогда не видел таких выбедрожников. А ты же девочка, зачем ты делаешь все? Помогаю папе. Я считаю, надо приучать ребенка все с детства. Помогать родителям. Помогаем, помогаем работой на родителей. Правая, левая нога. Ребята, вспоминаем, вспоминаем семью из Бурятии. Какие там были чудесные родители. И вспоминаем вот эту фразу. Тоналка течет. Можно я домой, пожалуйста? Я устала уже. Да нет, работаем, работаем. Комар! Все, нахрен эту ширму вашу мою. А как же закрываться? Да пофиг, буду терпеть детей и всех. Пожалуйста, пойдемте домой. Я просто умоляю вас. Ты что, давай, иди сюда, сделаем. Да не надо, я домой хочу. У богатых свои причуды. Мы здесь трудимся, она взяла и ушла. Это как-то даже не по-человечески. Не хочет, не надо. Пусть разбираем ширму. Мальчик маленький, все, его уже научили бояться богатых. Фу, никогда в жизни. Не-не-не-не. Ни за что не соглашусь быть богатым. Подушечка? Угу. Пледик? Потому что очень жарко. И простыночка. А мне подушка не нужна, можете запросить. Как подушка не нужна? У меня своя есть. Ортопедическая. Так-то. О-о-о. Хочешь выспаться, спина ортопедической подушки. Я, конечно, понимаю. Допустим, там ортопедический матрас. Но чтобы была ортопедическая подушка, я это вообще не поняла. Ну, богатый, напридумывают там фигни всякой себе. Ортопедическая подушка. Вы посмотрите, а. Уже денег тратить некуда, они себе там ортопедические подушки покупают. Я от морщины, кстати, тоже избавляюсь. А у тебя какие морщины-то? Так вот поэтому и не от морщин, потому что на подушке специально сплю. А заправлять я сама буду? Да. Спальное место расстилаешь сама, все делаешь сама. Я не знаю, как стелить кровать. Берешь и застилаешь, давай. А дом это как ты укладываешься? Домработница стелит. Олег, ты слышал, домработница стелит. У нас вот никогда не было дома. У нас никогда не было домработницы. Спокойной ночи я пошла умываться и ложиться спать. Да, удачи, спокойной ночи. Я вижу паутину. Хорошо. Шесть. Это не паук. Если он грохнется на меня, попадет мне в рот, залезет в ухо. Это мой страх тоже, Лена. У меня прямо сейчас, короче, около моей кровати паутина есть небольшая. Там в ней паучок живет. И я его не могу убить. Типа, я очень боюсь этих пауков. Я всегда прошу Кирилла как настоящего мужчину защитить меня от этих страшных пауков. Но ему пока было лень, он его не убирает. И поэтому паук этот там так и живет. А вот тут на балконе такой огромный паук. Я вам клянусь, он вот такой. Вот такой паук. Вот. Я как-нибудь сфоткаю, выложу, если что, в телеграм. Вот подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я сейчас еще оставлю ссылку. Он такой стрёмный. Он причем похож, как вот паук, который там крестик сзади нарисован на попке. Вот такой вот паучок. Вообще, очень стрёмный. Я из-за этого на балкон перестала выходить. Уже я его боюсь. Он там в кустиках живет. Все равно. Не-не-не, я пауки. Это пуки, пуки, пуки. Но-но-но. Я тоже не могу. А что вы ходите-то? Ты спишь? Нет, не сплю. Да. Идите спать. Ложили же вас уже. Ты на горшок садилась? Какой горшок? Садись на горшок перед сном. Девочка даже старшая проверяет, сходила ли младшая на горшок. Заснуть Велена смогла лишь под утро. Всю ночь она слышала, как просыпались младшие дети. А еще она боялась увидеть насекомых в своей постели. Наступил второй день. Мама, давай накрывай на стол. Так, я тебя в садик. Давай, 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 давай. Давай. Сюда. Вот тут они, конечно, так рано прям уже зашоркались. Все, уже пошла в садик собирать старшая девочка. Родители в семье Маркиных привыкли вставать в пять утра. А к шести просыпаются все семеро детей. Велена, вставай. Так, давай. Ты чушу все орочек. Да, да, да. Начинаем просыпаться. Но я спать еще хочу. А сколько ты еще спать будешь? Да сколько захочу, столько и буду спать. Может, ты сначала встанешь, а потом уже за телефон будешь браться? Я ищу защитную шторку. От нас защищаться, да? Да. Ну, может быть, ты хотя бы нас поприветствуешь с добрым утром. Расскажешь, как ты спала. Какая пассивная агрессия. Вы видите это? Или это я одна чувствую? Я все еще смотрю, наблюдая за старшей девочкой. Я вот пыталась себя представить. Я хочу просто сказать огромное спасибо своим родителям, что мне не надо было никогда вставать в 5 утра и не надо было собирать младших своих каких-то братьев или сестер в детский садик, одевать их, на горшок водить. То, что я просыпалась тогда, когда мне хотелось, шла завтракать и шла в школу, и мне не надо было ни о ком думать, кроме себя. Я вот сейчас это просто осознаю. Такое просто прекрасное чувство. А тут еще мама стоит, это что-то там. Сидит тут это свои пары. Пассивные, агрессивные. Выливает. Жуть, ребята, жуть просто. Плохо спала. Велин, все, надо уже кровать собирать, вставать потихоньку. Все уже давно встали. Хорошо, собирайте кровать. Сначала пледик сложи. Мадок, ты за нее что-либо будешь складывать? Я просто помогла, немножко не выспалась. Не знаю, мне кажется, она уже поспала. Тебе кажется? Мне кажется, она уже поспала. От родителей понабрались таких фраз. От родителей, ребята. Она выбрала подходящий образ для завтрака. В кругу Маркины. О, яс, стар, звезда. А, зазвездилась. Может, они об этом говорили? Зазвездилась. Я не поняла, у нас сегодня какой-то праздник или у нас вообще что? Нет, я всегда завтракаю очень официально. Она оделась, как будто бы мы сейчас поедем на дискотеку. А что мы сегодня будем кушать? Так, мы сегодня будем есть рисовую кашку. О, одеось, одеось. Посмотри. Вкусная. Свеженькая, вкусненькая рисовая кашка. Мама, давай накладывай быстрее, а то уже есть хочется. Я обычно просто ем смузи-боу. Это такой завтрак из Бали. Вот. Там замороженный банан, шпинат, манго. Мы не знаем даже такого. Вот есть бутерброд есть, пироги остались вчерашние. Я думаю, тут можно смузи-бол замутить это вместе с овощами, с грядочки какой-нибудь. Магазины. Какие магазины? У нас открываются 8 часов, самые ранние. Может, у вас есть яблоко или банан хотя бы? Ну, яблоки и бананы, ты не продержишься. Давай еще по пирожку каждому. Сейчас я налью тебе. Кушаю яблочко. Тебе вилку, может, надо? Нет. Как яблочко вкусное. Я обожаю на завтрак есть яблоки чисто. Я вообще слышала то, что яблоки, кстати, на голодный желудок не очень хорошо есть. Но я обожаю. Особенно, да, вместе с кашкой какой-нибудь. Там не только не рисовой, а пшенкой вообще кайф. Яблочки вкусные, да. Ну вот, уже хорошо. У нас есть такая пословица. Кто как работает, тот так и ест. А вдруг это у них, знаете, в семье так заложено. Типа, вот кто из детей побольше потрудился, тому ему больше наложим еды. Тот побольше покушает. А тот, кто плохо трудился, не очень хорошо выполнил свои обязанности, тот у нас голодным сидит. Ну давай все-таки чай. Нет, лучше водичку. У нас водичка из-под крана только. Мы все пьем ее такую водичку. Обычная вода, да, такая же. Ну что, не проживешь что ли? Иди попей воду из-под крана, да, и все в порядке, не умрешь. Нравится то, не нравится это. Приехала такая вся из себя вот это не хочу, это не буду. Молоко соевое есть? Я обычно не пью. Молоко соевое молоко. Ты знаешь? Нет. У нас есть обычное молоко из-под коровы. Велена любит изысканную пищу. Она не будет есть, допустим, что попало. Ужас, она не ест что попало? Она что-то начала подозревать, а? Что это она? Даже воду из-под крана не пьет. Фу, богатые. Мы можем покушать, потом у нас идет разминка. А уж после разминки мы пойдем в магазин. Разминка же. Давай выше колени. Еще выше. Куда еще выше? До головы что ли? Давай, давай, работаем. Ты не отставай. Давай теперь ножницами. Чем? Давай, давай, выше, выше ноги. Каждый день бегаем, я уже привыкла к этому. Одно дело сказать, что я к этому привык. А другое дело сказать, что мне нравится этим заниматься. Возможно, я сейчас придираюсь к словам. Кто его знает, может быть, они вырваны из контекста. Но это две разные вещи. Велена, они подготовлены физически вообще никак. Ааа, насекомые! Нет! Ну, вот тебе наказание. Вот тебе и наказание. Бедная Юля, сколько ей говна в уши налили. В магазин. Здравствуйте. Здравствуйте. Опа. Здрасте. Покупочки. Можно нам, пожалуйста, серый хлебушек есть у вас? Да, конечно. Можно, пожалуйста, два серого хлебушка? Мне нужно хорошее, мягкое авокадо, мягкое манго. Такого товара у нас нету. Кокосовое молоко хотя бы есть? Нету. Кокосовая стружка? Ну, нет, фигня, я не попью их. Ого, зато кокосовые стружки есть в таком магазине. Вот это уже, кстати, удивительно. Прикол. Походу, магазин на Свелены. Было что-то, мне даже было очень стыдно за нее. Стой, куда ты пошла? Нет, мы сейчас, я вызываю сейчас такси подъедет. Ты вообще, лол, это есть нельзя. Пойди мне навстречу, я пошла тебе, ты идешь ко мне навстречу. Ну, хорошо, давай поедем на такси. Так, мне это начинает нравиться. Велена взяла с собой Юлю, сейчас поедут в магазин. Наберут всякого, наверное. Давай, Велена, покажи Юлю тоже другие продукты. А куда мы едем-то? Дом-то в другой стороне. Мы едем в нормальный, адекватный большой магазин. Меня ждут, меня ждут продукты, они дома. Приехали, покупаем все. И там авокадо тоже есть, наверное. Да, вон авокадо. Красная рыба. Так, мне нужна вот прям хорошая. И рыбу красную берет. Опа, что я нашла? Морская капуста. Это же любовь. Вообще обожаю, обожульки полнейшие. Согласна, все, у нас с Веленой совпадают вкусы. Давай дружить. Мы пришли. Ну, понабрали всякого. Я вас заждалась уже. Магазин дорогой ездили. А что мы такое купили? Качественные продукты. Патролила ее. Качественные продукты купили. Давайте придумаем вместе, что мы на обед-то будем готовить. Я предлагаю овощи на пару вместе с рыбкой. Обед на всю семью у Марины почти готов, но она не стала настаивать и поддержала идею Велены поменять сегодняшнее меню. Велена на всех купила. Какая молодец. Я вот почему на ее всякие вот эти выпендрежные слова не обращаю внимания. Я вот просто уверена, что это по сценарию надо было все сказать. На самом деле, вот этими поступками она только показывает, что она не только о себе думает. Велена достаточно разборчива в питании, и мы старались ей угодить. Идея хорошая, только давай договоримся. Будем это делать вместе. Я даже без понятия, как это готовить. Тогда я буду готовить. Да как? Она не знает, как это готовить. Она купила все нужные ингредиенты. И соль, и вот там приправы она купила. И листочки, там шпинат, что. Да что ты нам лапшу на уши вешаешь? Авокадо ты купила. Разбираешься же, какой надо авокадо. Мягкое авокадо. Ну, смешное. Все мы поняли уже. Все ты знаешь, как это делать. Давай ты пойдешь тогда погуляешь с ребятами. Чтобы они тут не бегали, не мешали мне. Давай тогда, смотри, ты фруктами занимаешься? Ты знаешь, как это блюдо готовится? Я предлагаю все это посмотреть в интернете. Итак, все поняла. Голову мне как все-таки помыть? Нужно будет оттаскать дров, баню затопить. Ого. То есть, чтобы помыться, это целый процесс. Надо, чтобы растопить баню. Не, ну баня, это, конечно, круто. Ладно, раз у них есть баня, это уже значительно упрощает жизнь и мытье. Хотя, не знаю, я никогда не топила баню. Не знаю, может, это реально слишком сложный процесс и длительный. Если кто знает, как топить баню и долго ли это, расскажите в комментариях. Ну, давай тогда я... Тася, пока одевай. Дети были маленького возраста. Она не побоялась, она помогла им одеться. Я прямо очень удивилась. Я придумала для вас игру. Я буду судья Рапунцель. Вы должны натаскать дрова и воду в баню на перегонки. Кто это сделает первый? Ну, хитрюшка. Ну, конечно, ты хитрая принцесска у нас тут, да? Рядом птичек, бурундучков, сверчков не оказалось. Теперь у нас детишки пошли таскать дрова. Пошло, давайте. Тася, бери трава. Побежали. Это я. Вот сюда, все в кучку. Велина, помоги, пожалуйста. Покажи, где больно. Здесь больно, прям очень больно. Ты у нас будешь теперь главным победителем, да? Что? Почему? Не честно. Но она маленькая. Что вы еще любите играть? Да, я хочу играть в спрятки. В спрятки, а ты? Да как ты вот так смотришь, как Велина с детьми общается? У нее есть эмпатия, у нее есть сострадание, понимание, какая-то дружелюбность. Неужели она только со своей сестрой, ну, по их словам, так себя ведет? Тоже не верю. Она какая-то, ну, добродушная девочка. Очень-очень вкусное, а самое главное полезное блюдо. Придумала Велина. Как она называется? Оно называется рыба на пару. А она что это? Это рома цветная капуста. А кетчупу можно? А кетчуп к этому блюду не предлагается. А что-нибудь нормальное есть, маму? Например, там, макарошки с пурешкой. Нормальное будет на ужин? Ааа, нормальное. Велену мы, значит, отсудили за ее вкусы, за то, что она булочки и пирожки не любит с капустой, с луком. А тут у нас это, оказывается, оно что, реверс... Ну, получается, то же самое такая ситуация-то повторяется. Я, кстати, обожаю цветную капусту и брокколи. Это вот из овощей таких на пару. О, это мое самое любимое. Не знаю, какое-то вредничество открылось, типа, вот, а у нас лучше. Нам твое не надо все, это богатое. Я смотрю тарелочки, чтобы все доедали. Набираемся силы, готовимся помогать папе. Все изумительная пища. Папа, спасибо, ты вообще такой молодец. Очень вкусно. Папе понравилось зато, видите, сейчас дети увидят то, что папе понравится, им тоже понравится. Спасибо! Рыба прям вообще бомба. Вообще никогда такую не пробовали и цветную капусту, и брокколи. На первый раз мне такой вот, такой обед не очень понравился. Что-то начинают понимать, что-то там появляется. Ну а вдруг они сейчас поймут, что можно есть и вкусную, и интересную еду, и всегда разную. И будут для этого еще больше там работать. Я про родителей говорю. Захотят там позволить себе более интересную пищу. Я теперь на эту передачу смотрю не как на перевоспитание Вилены, но потому что, ну я вижу, что нормальная девочка абсолютно. Ну не знаю, что там, что-то там придумали они, в общем. А вот семья, как интересно, может, что-то для себя новое узнает, переосознает. Ну вот это правда интересно. И сейчас она вместе с Соней поможет маме Маркиных в огороде. Но перед этим Чада опять идет искать в своем чемодане подходящий наряд. У нас, что это за внешний вид? Как ты сейчас вообще работать будешь? А какая красотка, какой у нее этот корсетик и платье. Вот я такое же платье, ищу рубашку. Вилен, молодец. Хочешь копать грядку в таком платье? Копай. Мы будем сейчас садить, копать все. Как ты будешь вообще все это дело делать? Ну выглядеть-то надо всегда хорошо. Эта грядка, тут надо работать, а не выглядеть. Блин, я не могу. У меня мама какие-то прям очень мне тяжело от нее. И я прям смотрю, что она говорит, и что говорят ее дети. И в этой семье нельзя ничего. Вот все, что ты хочешь, это все хочешь-перехочешь, короче. Представьте, если бы супер-маму сняли в этом доме. Ааа, вот так бы ее там разнесли, конечно. Тот же самый теперь теле-то канал. Вот, надо вот психолога нашего пригласить. Может, она что-нибудь интересное бы рассказала. Ну потому что, блин, ну это сумасшедший дом, я вам говорю. Видимо, не понимает человека, как одеваться надо. Берем лопату и делаем лунки. Так, давай я тебе покажу. И вот я же говорю, и у Юли вот такой же майнсет. Ну не понимает человек, как надо одеваться. А потому что все, хотелку отбили. Мы сейчас будем садить. Ааа, это и куда землю поставила? Надо вот сюда рядом ее ложить. Скажи спасибо, что я вообще хоть что-то делаю. Софа, три-четыре. Спасибо! Вам бы хотелось, чтобы вам так спасибо сказали, да? Искренне было спасибо. Не-е-е. Это такой смешок. Надо смехнулись. Спасибо! Я буду душнить сейчас весь выпуск, походу. Это огурчики, это помидорчики. Это вот то, что продается в супермаркетах. Забешенные деньги. А мы это сами сделаем. Огурчики, помидорчики, забешенные деньги? Сколько у вас огурцы и помидоры стоят? 500 рублей, что ли? И что ты так целый день копаешь огород? Или учишься еще? Да, конечно нет. Учишь школьную. Там у нас борьба, стрельба, оказание первой помощи, туризм. Вот этот лей? Давай, лей, да, вот этот. Так, так. Ну, молодцы, хорошо. Огурцы, помидорки посадили, конечно, ну, хорошо. Теперь помощь требуется папе. Велене тоже кое-что требуется. Снова переодеться. Все, я готова. Опа, о как оделась. Какая-нибудь у нее туфельки, платье бирюзовенькое. Вся на каблуках, там, может быть, сантиметров 30. У всех такие сразу глаза, как будто, ну, я не знаю, вообще другого человека увидели. Бетон, Миша, я на тебе ведро. Будешь работать? Давайте. Понятно, я не такая тупая, чтобы реально пойти месить бетон в платье и в туфлях. Решила я провести такой над ними пранк. Вот, хитрюшка. Я говорю хитрюшка. Это она. Их учат доброте, взаимопониманию. А то все вот реально набросились, ну, вообще. Хоз краснодарский, поняла? Давай, я колхоз, колхоз, колхоз. Я колхоз московский, краснодарский. Давай, давай, скоро краснодарская будешь. Я просто смотрю, вот как дети общаются, и вот реально столько негатива. Не к детям, а вот то, что они говорят, это прям такие негативные фразы. Мне нужна хелп. Давай, давай, набирай. Да не умей ее набирать. Вот так надо набирать. А Велена так набирала когда-нибудь? Ух, ни хрена себе, нет. И рукой вот так. А у тебя макияж, да? Маникюр. Давай, давай, давай. Как, Велена, тяжело? Блин, я только петь умею. Так, никогда еще не работала? Нет. Сейчас хоть узнаю, что это такое вообще. Как бетон замешивать. Дети уже привыкшие, ну, к этой работе. Дети уже привыкли месить бетон. Ух, все, у нас вон все свое. И огурцы свои, и помидоры свои, и работники все свои. Все мне надо еще. Лопату возьми. Ну, хороший раствор получается. Покажи один раз, Велена, потом она сама будет. Вау, вот это фекалия. Месить бетон вообще не мое. Все были в этом бетоне, в этом растворе, но глаза у них горели. Было море драйва, было море эмоций. Как классно мешать бетон вообще. Любимое занятие моего детства, пока мои подружки сидели, играли в куклы там какие-то. А вот это такая фигня ваша. Я месил бетон. Вот это настоящее развлечение, а не то, что вот это ваше. Мега. Плейстейшн играете дома, в настолки всякие. Я реальный молодец и крутой. А вы просто все лентяи. Понимаете, мне для жизни ничего не надо. У меня вот бетон дай, я развлекаться буду, мне будет весело, пипец. И все. Общий труд сблизил девочек, и Соня предложила Велине помощь с мытьем головы. Там было очень прям уютно, светло пахло деревом. Вот прям безумно вкусно. То, что прям сам папа построил эту баню. Это прям респект и уважение. Давай. Так, я думаю, надо потом еще и будет стоснуть. Ух, песос, конечно. То есть там даже нету ванны. То есть она просто стоит прям в одежде и так моет. Дорогая, у тебя же там такие волосы длинные. У меня бы шея уже отвалилась. Это пипец. Я вот с хвостиком сижу сейчас так. Меня чуть-чуть так уже клонит. Я чувствую, под конец дня у меня шея может заболеть. Придется его снимать, потому что очень тяжелые волосы. А у Велены там свои, длиннющие. Это больно, ребят. Это, я вам говорю, это неприятно. Мне кажется, нам уже с тобой нужно подружиться. Я тоже так думала. Что-то сначала у нас вообще никак не зашло. Вообще не зашло, да. Приедешь в Москву, сходим вместе с тобой на спа. Друзьями своими познакомлю. Да, Велен, пожалуйста, сними об этом ролик. Если вы там что-то делаете еще. Может, телеканал Ю, пожалуйста. Давайте, вот, может, Велена с Юлей поедут в Москву. Что-нибудь там реально прикольное устроят. Покажет Юле другой мир. Другую культуру абсолютно. Мне было бы очень интересно такое посмотреть. По правилам эксперимента, только в конце второго дня родители Велены Хикматулиной могут узнать, где живет и чем занимается их чадо. Родители Велены, пожалуйста, заберите ее. Заберите. Газинуру, как думаешь, где наш ребенок? Ну, слушай, мне тоже интересно вот это знать. Ой, Газинура, я надеюсь, нам за нее не стыдно. Классный настрой, да. Вот надеюсь, нам за нее не стыдно. Я не могу. Скажите, о каком вы городе? Мы в городе Краснодар. У нас свой дом. Семь детей. Ай, как Велена отреагировала. Ну, недовольная была, побурчала, но все урегулировалось. Она такая кокеточка, она постоянно переодевается в один наряд, в другой, в третий. У меня просто глаза даже разбегаются. Я таких нарядов даже никогда не видела. Вы мне подскажите, как там у вас с безопасностью, да, может, как бы охрану направить? Мне так приятно, наоборот, что папа там беспокоится, типа, направить охрану или нет. Я по-доброму завидую Велене. Я бы хотела такого, папа. Здесь вообще безопасно. И вам не о чем даже переживать. Ну, вы, наверное, заметили, что Велена там чуть избалована, конечно. Вот, а как вы занимаетесь воспитанием? Мы стараемся не баловать детей. Велена, ей своя карта банковская, и папа периодически ее пополняет. Да, правильно, не балуйте детей, не балуйте, не разрешайте им ничего. Вообще нельзя. Ничего им не покупайте, ничего не разрешайте. Пусть терпят дальше. Что касается карманных денег, вот как в вашей семье заведено? Мы сами расходуем деньги целенаправленно, и только по назначению. И этому же учим детей. Я вот пытаюсь понять, нам сейчас что хотят сказать вот этим разговором? Что хорошо не давать детям свои личные деньги, и не давать им возможность покупать то, что им хочется, и вообще, то есть ограничивать везде и всем. Почему люди целенаправленно не хотят давать возможность себе и другим тратить деньги на что-то еще? Просто в мире же столько прекрасного, вот столько интересного. Можно купить мармеладку вкусную. Можно купить себе фигню какую-то. И пофиг, что это не целенаправленно, и не какая-то вещь, которая тебе там реализуется потом и принесет доход. Но зато она тебе приносит удовольствие. Ты себя там как-то радуешь. Почему? Откуда вот это желание просто жить по минимуму? Что там самое дешевое в магазине мы купим, что там сами вырастим? Все, больше мы ничего в этой жизни познавать не будем, ничего не увидим. Ты просто заведомо себя ограничиваешь от 95% всех тех интересных вещей, которые еще может тебе показать жизнь. И вот живешь только вот в эти 5%, которые ты видишь, не хочешь большего видеть. Это страшно. Это просто страшно. В семье Маркиных все готовились ко сну, но у Веры не получалось сделать домашнее задание по английскому языку. Давай мы все вместе с тобой сделаем домашнее задание. Давай. Букву В убирай и has получается. Без В. Короче, завтра прочитаешь на английском, получишь 5. Вот, помогла ей. Молодец какая. Видите, как она девочке помогает. Видите? Объясняет ей что-то. Велена просто золотце. Мы же завтра приготовим смузи на завтрак. Ну давай. Давай. Давай, хорошо. Сейчас я, короче, растелю кровать тебе. Е. Да, е. О, я же говорю, все начали жить по правилам Велены. Смузи на завтрак. Мама ей заправляет теперь кровать. Вот такого перевоспитания никто не ожидал. Я хочу вырасти, как Велена. Стать такой же, как она. Умной, но красивой. Спасибо, Велена. Как это мило. Как приятно на это смотреть. Доброе утро. Так, как с полой, Софочка? Велена. Этим утром Велена встает сразу. Она помнит, что сегодня отвечает за завтрак. Давай, моя дорогая, ты умываешься, приводишь себя в порядок и помогаешь при приготовлении завтрака. Договорились? Да. Как они бодрячком все встали уже у всех. Причёсочки готовы, всё готово вообще. Сегодня Велена впервые сама заправила кровать, а после занялась приготовлением смузи из экзотических фруктов, которые вчера купила в супермаркете. Нам нужно почистить, нарезать банан, яблоко тоже нарезать, молоко кокосовое. Ой, сейчас будет вкусняшка, да, вот это я тоже обожаю. И хлебушек с красной рыбкой. Ес! А ещё туда можно авокадо есть, авокадо есть, да, если сохранилось. Потом она разлила все в кружечки, мы все попробовали и поняли, что это действительно очень вкусно. Ну, этим, да, не наешься, конечно, надо ещё бутербродиком закусить, но вообще... Это очень полезное смузи. Там фруктики есть. Малыш тоже уплетает. Непривычно, но вкусно, да? Да. Вкусно! О, ещё тянет ручки. Как вкусно! О, что делать? Еси радуется. Вилена прям так радуется этому малышу, он там что-то делает, а она там такая, смотрите. Как вкусно! Видите? Еси радуется. Нравятся и дети. Спасибо! Пожалуйста! Мы никогда такого не пробовали и надеюсь, в будущем мы будем, ну, всё-таки делать такие завтраки. Да, вот, кайф, молодцы! Вдруг они сейчас реально поймут, что можно вот и такие вещи пробовать, и они тоже вкусно, интересные. Тоже начнут что-то подобное делать, к такому стремиться. Ну, прекрасно! Блин, её зовут Софья! Я всё это время её Юлей называла. Ё-моё! Пойдём бегать, Вилен? Пойдём бегать. В этот день Соне не пришлось уговаривать Вилену выходить на пробежку. Я предлагаю вместо вот этого конского забега немножечко потанцевать. Ну, вот прикиньте, вот рано утром вставать, там у них жарища такая вообще стоит. И идти бегать. О, ну это сдохнуть же можно! Делаешь вот так. Хоп! 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 Это же тикток танец! Реально получили такой небольшой кусочек танца. Давай представим, что здесь у нас олимпийский... Давай! Не знаю, сто тысяч людей. И все на нас смотрят. Мы типа с тобой звёзды. Давай! Тарам! Турун! 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 Я не запомнила. У мамы Марины есть хобби. Устраивать детям домашние СПА-процедуры. Сегодня Велена сможет испытать на себе деревенские уходовые средства. Опа! СПА! Вот это я люблю всякие, знаете, ароматерапии. Я где-то видела, там у нас есть хамамы, баньки какие-то. И там у них по вечерам ароматерапии. Там что-то прыскают какими-то вонючками вкусными. Там смятые, хвойные какие-то штучки. И все спят отдыхали. Я предлагаю начинать с тела. Я вас сейчас нанесу вам специальное средство. Это мед с горчицей. Все это размешаем. А что, прям жир уйдет? Мед с горчицей! У меня был период, когда я думала, что вот такие маски, это на самом деле, это очень полезно, классно, вообще супер. Но на самом деле, ребят, я очень много информации читала по всем этим вопросам. Очень вредно такими штуками пользоваться, потому что может вызваться аллергия. Аллергия вызывается на натуральные всякие вот компоненты. И поэтому вот всякая вот там горчица, мед, это такие аллергены жуткие. Да, улучшится циркуляция крови. Нет, это бред! Нет, нет, нет! Какой бред! Приходи просто, да? Кожа становится подтянутой. И красиво. А что тут подтягивать, вы мне скажите? Типа, чтобы они вот так вовнутрь начали ноги смотреть? Что там подтягиваться, да должно. Я помню, когда я занималась фигурным катанием, мы, короче, вот так вот ноги в пленочку оборачивали. Было поверье, что так ноги лучше потеют, и так они быстрее худеют. Угадайте, помогало ли это на самом деле? Ну! Ой, жуть, 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 жуть. Посмотрите, какая розовенькая кожа стала. Кокосовое масло, оно реально питает, но не кожу. Для кожи оно на самом деле ничего не делает, я вам рассказываю. Оно комедогенное, поэтому кокосовое масло на лицо, на кожу не надо использовать. Для волос подходит. Есть исследование, что если очень долго держать кокосовое масло в голове, в тепле, то там какие-то эффектики есть. Так просто для массажа чисто использовать, ну, можно. Это если мы говорим про натуральные ингредиенты. Ну, еще там какое-то масло усьмы, например, оно способствует росту волос. Девчонки, а представляете, какие мы сегодня красивые. Пойдем в караоке. А? Да. Клянусь, кожа стала прям такой же мягкой, как у младенца. Можно не платить большие деньги, а можно это все сделать самому в домашних условиях. Нет! Я ходячий пример. Ты можешь просто посмотреть на меня и так же выглядеть, и так же поддерживать себя. То есть я, посмотри, родила семерых детей и выгляжу, я считаю, очень хорошо. Так, слушаем сюда быстро. Я сейчас чуть-чуть подушню, но мне очень надо это высказать, потому что я разбираюсь в этой теме. Короче, тут дело в генетике. У нее может быть просто очень хорошая генетика, а у кого-то не очень. И вполне возможно, что у других людей такие способы не отобразятся так же хорошо. И не факт, что она так красиво выглядит именно благодаря вот этому уходу. А скорее всего, на самом деле, она реально так выглядит именно благодаря генетике. Поверьте мне, всякие огурчики, мед, горчички ничего не делают. Аля вам фигни не расскажет. Папа Аля знает, разбирается. И пригласила родителей из старших Дикий Маркиных в караоке-бар. Младшие дети остались с бабушкой дома. Здравствуйте. Ого, как тут красиво. Мы никогда там не были, все начинать надо в первый раз. В караоке никогда не были, ну все, отрываемся. Будем сегодня петь и вселиться по полу. Давай. И напоемся. И напоемся. И напьемся. Да, да, да. Я вам говорю, во всех выпусках, насколько я помню, Чадо и Задо делали то, что им дает семья. А тут Велена у нас управленец главный. Тут у нас Велена заправляет всем вот этим шоу и выбирает, кто что будет делать. И она впервые вывела их в караоке. Молодец, Велена. Я хочу подарить и всем вам свою авторскую песню. Она называется «Хоу». В день отъезда Велена решила сделать всем еще один подарок. Опа, что она там еще им подарит. Ничего себе. Что там? Открываем быстро. Как вы думаете, что там может? Может, там конфеты? На год вперед. Круто. Это подарок для детей, для всех вас, чтобы теперь каждый был занят своим делом. Что там такое? Опа. Велена их всех собрала в школу. Смотри. Дети начали визжать. Они начали все, конечно, трогать. Начали все перебирать в этой коробочке. И пластилин, и карандаши, и тетрадки, ножницы. Все им купила. Ребят, какая молодец. Велена, ты просто чудесный человек. Это действительно так нужно, так классно, так ярко и так креативно. Спасибо ей большое. Ой, Веленочка, спасибо огромное. Спасибо большое. Мне просто так тяжело на это тоже смотреть, потому что она говорит, это так нужно. А почему у детей этого не было, что ли, до этого? Они реально вместо того, чтобы играть с пластилином, ходили мешать бетон? Спасибо! Налетайте. Налетайте. Зайки, болезни. Спасибо большое. Здесь у тебя вторые родители, вторая семья. И мы все будем безумно по тебе скучать. Такую чувствуем потерю какую-то, чтобы от нас что-то оторвали, какой-то наш кусочек. И за это время она стала родная, наша доченька. Ну, типа, за три дня. Ну, я не... Не. Я просто вспоминаю, как вот эта мама общалась с Веленой. Как она ее там унижала пассивно-агрессивно, с ней общалась. Я не могу поверить в эти слова. Ой, мать! Софья плачет. Ну, все. Вот как вот ее отпускать? Как? Я как... Она мне стала как вот реально родная сестра. И мне очень... Мне очень жалко то, что она уезжает. Софья, бедняжка. Вот мне хочется Софье просто тоже отдельное сказать, что... Поверь то, что ты достойна гораздо большего. Тебе не обязательно терпеть. Живи для себя. Делай то, что тебе хочется. Развивайся, стремись. Ты можешь гораздо больше. Я просто, да, надеюсь, что появятся еще в твоей жизни такие люди, как Велена, которые, может, как-то направят, подскажут, вдохновят. В общем, Софье хочется пожелать просто сил и побольше желания, вдохновения. Эксперимент по перевоспитанию чада в многодетной семье Маркиных завершен. Пу, слава богу. Ну, ребят, на самом деле, столько всего действительно Велена могла научиться. Посмотрев на эту семью, я верю, что это действительно была такая шоковая терапия. Моя хорошая, папа, смотри. Мама, привет. Ой, я так рада вас видеть. Я очень много всего поняла. Я поняла то, что есть на свете другие вещи, которые очень ценные. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы предоставляете мне очень много возможностей. Какая Велена просто солнышко. Такие трогательные слова. Я прям очень рада. И папа такой сейчас тоже растрогается. Папа. Ты молодец. Мы очень рады с папой, что переосмыслила свою жизнь, свои взгляды на жизнь. Что ты увидела совершенно другое и начала ценить. Теперь я точно узнаю, что наше старание не зря. Что и все это не зря, Гасонур. Ой, ну, ребят, это шок. Теперь я понимаю, почему столько людей просили меня посмотреть именно этот выпуск. Велена очень хорошенькая девочка. Мне прям очень понравилось за ней наблюдать. И если честно, я и с самого начала, в общем, поняла, что она такая хорошая, добрая, добродушная девочка. Но я не могу, типа, вот эта семья, ну, это кошмар, это ужас полнейший. Вполне возможно, что, да, Велена могла у них научиться, там, у детей, уважению к старшим, увидеть, как там другие дети помогают им. Но какими методами это все добивалось? Что вот дети должны помогать родителям, дети должны делать там по дому, воспитывать других братьев и сестер. Вот меня вот этот момент смущает. Скажите, что вы думаете, согласны ли вы с моим мнением, или вам кажется, что все не так страшно, может, я немножко преувеличила. Ну и, как обычно, ребят, давайте на 60 тысяч лайков будет реакция на следующий выпуск Чада и Зада. Можете в комментариях писать, какой вы бы хотели следующую часть. Увидите меня на канале. Спасибо вам большое за просмотр. Всем тьмок.